Привет инженеры! Новый план. Как быстро и правильно стартовать и сделать из своей стартовой капсулы какое-то средство передвижения. Но в отличие от моего основного развернутого гайда, это будет небольшое видео. Начинаем как обычно. В стартовой локации выбираем типа земля. Пока наша капсула опускается на землю, открываем инвентарь нашего пассажирского кресла, забираем оттуда планшет и оружие. Планшет открываем, добавляем маркер, в панели GPS нажимаем отобразить. И как всегда стандартное приземление в инженера. Если мы приземляемся на склон, то это обычная практика. Но не огорчайтесь, если ваша капсула упала и перевернулась, при этом ничего не повредила, то с этим уже можно работать. Просто подкапываем ее со стороны склона, так чтобы она опустилась на шасси. Не теряем время, делаем небольшую шахту и собираем камни. Если при бурении зажать клавишу F, то камни будут собираться автоматически. Сочетанием клавиш Alt и среднее колесико мыши скидываем весь камень в инвентарь корабля. Заходим во вкладку производства, нажимаем производство слитков. Можно еще немножко подправить нашу капсулу и довести ее до более стабильного зацепа. Повторюсь, с этим уже можно работать. Не теряем время, продолжаем собирать камень. Пока перерабатываются слитки, мы можем поспиливать лишние блоки с нашей капсулы. Это даст нам небольшой запас стальных пластин. Лишних блоков на капсуле довольно много, но не перестарайтесь. Есть некоторые каркасные блоки, которые можно распилить, и ваша капсула просто развалится. Так что без фанатизма. Если у вас выбран прогресс технологий, то подпиливаем шасси до красной полосы и потом его завариваем. Нажимаем G, находим дистанционное управление. Ставим его в ту же сторону, куда и смотрит наше пассажирское кресло. Детали берем в комплекте выживания, если их нет, то через шифт и колесико мыши заказываем производство недостающие детали. Теперь садимся в пассажирское кресло, нажимаем Shift K. Кнопка управлять активно. Нажимаем. Открываем управление. Включаем отобразить все скрытые элементы. Выбираем атмосферные двигатели, объединяем их в группу. Теперь не выходя из дистанционного управления, нажимаем G. Выбираем группу атмосферных двигателей. Ставим на любой слот включение-выключение. Теперь, когда мы нажимаем эту кнопку, мы можем их либо включить, либо выключить. В этой версии управляемой капсулы мы оставляем только два атмосферных двигателя. Спиливаем одну ногу, чтобы добраться до водородного двигателя. Из него мы забираем аж две большие трубы и четыре компонента решетки, которые понадобятся нам. Для того, чтобы сделать маневровые двигатели. В идеале это видео для тех, кто купил последние обновления Decorative Pack 2 или 3. Где разработчики добавили двигатели дронов, которые менее мощные, но более дешевые в крафте. В разделе с ванильными атмосферными двигателями выбираем колесиком мыши плоский атмосферный ускоритель. И расставляем их в каждую из четырех сторон. Естественно, мы можем использовать и обычные атмосферные двигатели. Но на обычный атмосферный двигатель потребуется больше моторов. Вам просто придется провести больше времени в шахте. Но работает все точно так же. Итак, у нас есть теперь готовая к полету капсула. Но чего нам не хватает? Конечно же, гироскопа. Заказываем детали в комплекте выживания. Но! Скорее всего, у вас не хватит большой стальной трубы. Но не отчаивайтесь. У нас есть генератор кислорода и водорода. Мы можем разобрать его, но не полностью. Пока не спилим хотя бы одну большую трубу. Завариваем наш гироскоп и вуаля! Наша капсула превращается в вполне себе управляемый летательный аппарат. Чтобы оптимизировать трату энергии, в панели инструментов смотрим, какой из двигателей нас толкает вперед. Нажимаем G, выбираем его и ставим увеличить перехват тяги в один слот и уменьшить перехват тяги в другой слот. Теперь, когда мы взлетаем, мы также можем набирать скорость, просто наклоняя нашу капсулу вперед. Но при этом, смотрите, у нас начали работать и маневровые двигатели. Перехватом тяги мы можем экономить энергию. Потому как, если мы отпускаем кнопку вперед, капсула автоматически начинает гасить инерцию. При включенном перехвате тяги она не будет оттормаживаться. Но не забывайте потом перехват тяги отключить. Наша капсула готова к полету для того, чтобы долететь либо до ближайшей торговой станции, либо для того, чтобы выбрать вам место по душе для строительства вашей базы. И парковка теперь не будет доставлять вам проблемы. Ой, просто я не старался. Под этим куполом невозможно получить повреждения и невозможно погибнуть. Тем не менее, мы спокойно можем приземлиться на ровную поверхность и начать наше выживание. Спасибо вам за просмотр, друзья. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. На моем канале есть серия гайдов для новичков по космическим инженерам. Периодически я стримлю эту игру и иногда делаю небольшие познавательные видео. Всем пока и до встречи!